В эфире телеканал РБК Уфа программа Дело. Меня зовут Искандер Махмудов. Здравствуйте. С начала 2018 года минимальный размер оплаты труда составлял 85% от прожиточного минимума, а уже с этого мая они стали равны. Считалось, что такое неравенство несправедливо и искажает рынок труда. На что это повлияет в жизни обычных россиян и предпринимателей, мы обсудим с гостями студии. У нас в гостях Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, а также Эльмира Хасанова, представитель Башкерского регионального отделения «Опора России». Первый вопрос вам, Ленара. МРОД – это такой показатель искусственный или что-то он имеет, на что-то влияет в реальности? МРОД – показатель абсолютно живой, хотя он достаточно такой формальный, поскольку, например, как раньше, штрафы и пособия напрямую не привязаны к МРОДу. Но в то же время, поскольку он сейчас вообще напрямую будет зависеть от уровня прожиточного минимума, получается, это будет пересчитываемый ежегодно равный прожиточному минимуму уровень. И нужно сказать, что в любом случае от него зависит уровень заработной платы. То есть, как только у любого показателя подрастает минимальный уровень, средний уровень, естественно, здорово вырастает. В данном случае рост был очень существенный, и особенно тех регионов, где есть еще и уральские, ну или там северные коэффициенты, да, в нашем случае. То есть, мы на 15% выше от России, и у нас размер достаточно существенный. 12 838 с 1 мая, это выше в полтора раза, чем уровень прожиточного минимума, установленный в республике на сегодняшний день. То есть, для нас это очень существенно, да. То есть, расходы бюджета растут, поскольку 45 тысяч человек, которые трудятся в бюджетной сфере, получается, их зарплата оказалась ниже этой планки. То есть, 45 тысяч человек будут рады, потому что зарплата их... Они будут крайне рады, потому что их зарплата вырастет на такую величину, да. То есть, если раньше прожиточный, вернее, минимальный размер оплаты труда составлял, получается, 7800 до 1 января, с 1 января он был 10913, тоже хорошо, а с 1 мая вот такой рост. То есть, в общем, это достаточно положительное явление и в свете суперуказа, как мы говорим, президента номер 204, где нам поставлена задача снизить бедность в два раза, а значит, это повысить доходы. Для нас очень важно повысить реальные доходы населения, да. То есть, когда уже из них вычтут обязательные платежи, взносы, налоги. Ну, есть еще пожелания, чтобы после того, как вычтут еще и... МДФЛ, например, что вычтут? Ну, МДФЛ, это налоги, я имею в виду уплату за ЖКХ. То есть, это то, что у человека непосредственно остается на жизнь, да, вот остается в кармане, вот чтобы эта сумма существенно реально выросла. На сегодняшний день, к сожалению, у нас идет пока такая некая, ну, скажем так, идет снижение реальных доходов населения. Это признают все. И пока по экспертным оценкам, да, то есть мы на восстановительный рост в конце этого года выйдем. Очень хорошо. Эльмира, а как государство стимулирует бизнес для того, чтобы он платил зарплату на уровне МРОТа? Для предпринимателей вообще невыгодно повышение МРОТа, поскольку предпринимателю придется уменьшать штат однозначно. Вы знаете, в любом случае найдутся схемы для того, чтобы избежать уплаты налогов государства. Вы знаете, в последнее время в практике я стала встречать следующую схему. Предприниматель с работодателем, то есть работник открывает ИП и заключает с владельцем бизнеса, договор на оказание услуг. Соответственно, это налогом не облагается. Ну, это стандартная схема, когда 6% платят. Совершенно верно. То есть вся ответственность лежит на самом сотруднике. Но не факт, что многие согласятся. Собственнику бизнеса увеличивать штат будет невыгодно. Ну, вообще, надо же сказать, что эта схема не в России первой придумана. Я знаю, что такие примеры есть и в Испании, во многих европейских странах, когда тоже предлагают сотрудникам оформиться в качестве ИПшника, как у нас в стране. Это, наверное, цивилизованная практика или распространенная практика? Я считаю, что так не должно быть. Вы знаете, еще такой момент. Я когда задалась таким вопросом, я посмотрела, учитывая УФА, то есть 13 тысяч рублей. Для бюджетников, конечно, хорошее повышение. Единственный, конечно, плюс для работников, если они работают в частной компании, то есть они становятся кредитоспособными. Но давайте возьмем наши сельские местности. То есть повышение МРОТа привело к реальной зарплате. То есть сельской местности реальная зарплата 13 тысяч рублей. Но собственники бизнеса, работая на территории сельской местности, вряд ли смогут оплачивать налог от МРОТа. Но они могут, наверное, сократить часы или еще что-то, да? Да, то есть обычно берут на полставки, либо на... Сокращают количество часов. То есть мы, получается, здесь сталкиваемся с тем, что фактически государство, казалось бы, хочет сделать лучше, повысить заработную плату, повысить в том числе налоги, то есть с учетом более высокой налогооблагаемой базы. Но так же, как в случае с пенсионерами, когда перестали индексировать пенсии работающим пенсионерам, в итоге их количество резко уменьшилось, практически вдвое. Просто часть из них ушла в тень. Вот здесь я сразу... Первая моя была реакция, что, конечно, здорово, что наконец-то у нас действительно МРОТ такой становится... Серьезным. Серьезным, да-да-да. То есть это реально такая хорошая планка. Но как выжить малому бизнесу, это очень большой вопрос. И сейчас, когда мы в рамках нашей межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений общаемся с главами администрации, мы больше всего их просим. Только, пожалуйста, сделайте так, чтобы ваши предприниматели не разорились. Потому что это будет самое худшее, что можно придумать в результате таких положительных новаций. Эльмира, считается, что низкая заработная плата, она, скажем так, не стимулирует рост в инвестиции. То есть человеку легче нанять лишние рабочие руки, чем купить производительный какой-то агрегат, более новый станок, например, или еще что-то. Сейчас ситуация будет меняться, а предприниматели больше начнут вкладываться в орудие труда, скажем так. Вы знаете, когда МРОТ повысили с 1 мая, зарплата осталась неизменной. То есть работая в частной компании, предприниматель платит налог с минимального размера оплаты труда. Соответственно, остальная сумма в конверте. Что сейчас делает предприниматель? Он просто будет платить, соответственно, сумму зарплаты меньше, а остальная будет уходить в налоги. В итоге, если сумма, которая в конверте, она просто уменьшится. И в итоге получается, что зарплата у нас остается неизменной. То есть не зарплата. Зарплата, получается, у человека уменьшится, у получающего. Потому что выходит, что те налоги, которые раньше он платил, 7800, теперь он 13000, соответственно, он просто их отнимет у работника. Возможно, даже где-то и потеряет человек. Да, человек потеряет, работник, а работодатель, у него просто ничего не меняется. Ничего не меняется. То есть его расходы на зарплату не меняются. А с точки зрения потребительского роста у населения, считается, вообще в целом по России вырастут доходы на приличную сумму, там 100 миллиардов рублей дополнительного спроса. И вроде бы эти же деньги вернутся в экономику. То есть люди придут с повышенной зарплаты в те же самые магазины, купят технику, купят продукты питания. Будет ли с этой стороны, ожидается ли повышение спроса на товары, выручки, возможно? Если взять предыдущий год, особо выручка не поменяет. То есть в том году была не такая высокая выручка, и, соответственно, в этом году ничего не изменится. То есть, собственно, если провести анализ, особых изменений не будет. Не будет? Нет, не будет особых изменений. Хорошо, а если говорить о борьбе с бедностью, например, у нас есть достаточно большая часть населения, которая живет за чертой бедности, мы можем считать это прожиточным минимумом. В республике у нас эта сумма... На сегодня 8,850 – это прожиточный минимум трудоспособного человека. И у нас с такими доходами живет практически полмиллион. 500 тысяч человек. Чуть больше 500 тысяч. Что теперь изменится? Мы искусственно увеличиваем количество бедных или что? Наоборот. Понимаете, у нас прожиточный минимум считается региональным. Соответственно, и бедность в регионах считается в зависимости от их прожиточного минимума. То есть, мы вообще в шоколаде. У нас теперь практически не должно быть бедных. Потому что минимальная зарплата намного выше, чем прожиточный минимум. У пенсионеров доводится пенсия до уровня прожиточного минимума пенсионера. Соответственно, теоретически должно не остаться бедных. Но я вам открою страшную тайну, что статистика считает немножко иначе. То есть, вообще доходы считаются от расходов. То есть, сколько потрачено, делится на общее количество, и получается вот такой доход среднедушевой у гражданина в этой территории. То есть, количество купленных услуг, товаров. Вот эта сумма, собственно говоря, и является расходами, а значит доходами населения. Хорошо. Вслед за мурот, он подрос. У нас все равно есть прожиточный минимум. Это базовый набор товаров и услуг. Будет ли он меняться? Будет ли государство вкладывать больше овощей, например, или фруктов, которые необходимы? Потребительскую корзину. Потому что прожиточный минимум – это просто денежный эквивалент потребительских корзин. То есть, сколько действительно нужно съесть хлеба, рыбы и прочего. Вы, получается, уже глубже уходите. Я хотела вернуться к теме, на которой я не согласилась с Эмирой. Это, что ничего не изменится. Вот я считаю, что как раз должно измениться, потому что в прошлом году такого роста не было. Вы еще просто не можете увидеть, потому что он только повысился. То есть, с 1 мая фактически такое существенное повышение, но даже с 1 января. Это все достаточно инерционно, потому что у людей очень здорово, как бы иссякли накопленные средства, банковские вклады, как мы знаем, усохли. Соответственно, получается, люди просто все свои загашники уже задействовали. И получается, сейчас потихонечку идет выправление доходной части. Я уверена, что спрос, особенно у тех, кто работает с населением, здорово должен вырасти. То есть, именно платежеспособный спрос у населения вырастет, а значит доходы предпринимателей. То есть, я уверена, что для экономики это очень большое подспорье. То есть, это драйвер фактически. То есть, доходы населения – это самое главное для предпринимателей. В России считается по неофициальным оценкам, что около 18 миллионов человек – это серый рынок труда. То есть, они формально не работают, не платят налогов, но на самом деле они где-то заняты и где-то работают. При этом они пользуются наравне со всеми, получают медицинские услуги, рассчитывают на пенсию и прочее. Вот эта ситуация с повышением МРОД, она как-то отразится? Количество людей в серой зоне, их станет больше, меньше? Если смотреть со стороны предпринимателей, я думаю, станет меньше предпринимателей. Если вглубь, в самое ядро мы сейчас зайдем, приходит гражданин устраиваться в частную компанию. То есть, возьмите меня на работу. Соответственно, работодатель, он говорит, давайте будет, значит, вот такая-то зарплата, МРОД будет у вас 13 тысяч, зарплата будет, соответственно, меньше. Кадры, учитывая, что у предпринимателей кадры решаются, и не только вообще, в любом, в любой сфере кадры решает все предприниматель. Вот до этого вы задали вопрос по поводу покупки оборудования, техники. Да, да, да. Ну, вы знаете, если нет хороших кадров, да хоть мы все свои финансовые ресурсы вложим на покупку оборудования, вы знаете, бизнес, он не будет развиваться. Очень важно понимать, чтобы граждане устраивались, устраиваясь предпринимателю, частный бизнес. Многим удобно меньшим РОД, но они получают в конверте зарплату. То есть, если мы говорим о частном бизнесе, ко мне часто приходят на работу устраиваться. И, то есть, 5500, предположим, 5500, остальное в конверте. Соответственно, конечно, и самому работнику удобнее, и самому работодателю. Поэтому по поводу того, что многие граждане у нас ведут серый бизнес, так скажем, я считаю, что это не изменится. Это не изменится, потому что... Нет, я категорически против. Вот смотрите, Мира, а если, например, произошел несчастный случай, то что получит семья, если у него, у этого, кормильца, гражданина... Ну, не хочет предпринимателей платить. Ну, не будут они платить эти налоги, вы понимаете, это для них... Будут находить способы. Они будут находить способы. Хорошо, в Беларуси провели эксперимент, ввели налог на безработных. В Беларуси ввели эксперимент налог на безработных. Если человек не платит налогов, нигде не работает, значит, мы подозреваем, что он, как в советское время, за тунеядство. Как бизнес будет с этим бороться? Приходит к нему сотрудник и говорит о том, что я не могу не работать в Белую, потому что я попадаю на налоги, давай ты плати. Что будет бизнес в этот момент делать? Вот понимаете, Мир, у нас с вами другого выхода, кроме как идти к цивилизованному рынку труда, нет. Вот по-другому просто надо настраивать всех. Но давайте сейчас хотя бы часть выведем. То есть постепенно, постепенно, понимаете. Вот мы все с вами хотим жить, как в Европе. Нам всем нравится. Но вот их социальный рай полностью диждется и основан на законопослушии и нормальной налоговой культуре. Мы хотим жить, как в Европе, но при этом платить, как, ну или оформлять, или не оформлять трудовые отношения, как на глубоком Востоке, там в Индии, я не знаю, еще в каких-то местах Вьетнама и так далее. Понимаете? Но так не бывает. То есть либо высокие налоги, высокие социальные стандарты, и ты требуешь от государства за свои налоги полностью выложиться и все ему в лучшем виде качественно предоставить. Ну, либо ты ничего не платишь, но ты тогда, извини, и не предъявляй никаких требований государству. И вот по поводу, вы правы абсолютно, что есть люди, которые, получается, вообще ни копейки не платят государству. Но мы же все их вместе с вами содержим. То есть те, кто нормально, так скажем, законопослушные граждане. Все-таки у государства много уловок или меры для того, чтобы заставить платить в белую, например, ограничить оборот наличных денег, например. Какие еще варианты могут быть? А вот, вы знаете, я бы еще добавила, знаете, что, если мы даже вот с 1 мая у нас поднялся мрот, я бы, наверное, помогла бы предпринимателям какими-то субсидиями. То есть именно налоговые каникулы, налоговые каникулы. Что им нужно помочь. Налоговые каникулы. Да, понятно. Но если мы, вот у меня предприниматели хотели на налоговые каникулы. На самом деле, если 10 человек взять, двое только пройдут. Потому что, а вот как раз-таки, если субсидия будет на покупку оборудования, тогда он все свои, все силы направит на решение кадрового вопроса. То есть помощь от государства, это достаточно серьезная была бы. Хотя бы вот с оборудованием. Хотя бы для тех предпринимателей, которые занимаются именно производством. Не просто торговлей. Не просто торговлей. Совершенно верно. Вот я согласна. То есть предпринимателям надо помочь, безусловно. То есть они оказались вообще в такой дурацкой ситуации. Да, то есть им очень сложно, реально. Им очень сложно. Программ, да, много. Субсидии, все это много. Но давайте будем честными. Ничего это особо не работает. Да, есть. Но извините, у нас нету средств. Что говорят у нас в администрации? Отписано, нету средств на сегодняшний день. Ну нету. То есть понимаете, вот этот вот момент тоже изнутри бы продумать, чтобы предпринимать. Мы, понятно, поощряем работника, да, премиальные какие-то. А почему бы предпринимателя не поощрить? И, соответственно, тогда хоть до 20 тысяч у нас будет мрот, предпринимателю это страшно не будет. И, соответственно, рабочие места, их становится больше. И безработицы как раз-таки вот эта серая масса уменьшится. К сожалению, время нашей передачи ограничено. Ленара Хакимовна, Ваши последние комментарии. Я хотела ответить на тот вопрос, на который не смогла. Что в итоге будем уходить от прожиточного минимума, уходить от понятия потребительской корзины. Будет здорово меняться, я думаю, законодательство. У нас очень много ожидает нас впереди новаций. К сожалению, ставится вопрос о повышении пенсионного возраста. Поэтому я думаю, что нам всем нужно очень хорошо, дружно, как бы на экспертном уровне обсуждать действительно те вот проблемы, которые мы видим, и вместе придумывать решение, как сделать так, чтобы в итоге люди получали более высокие доходы, и благодаря этому развивалась экономика. Большое спасибо за интересную беседу. Повышение минимальной оплаты труда – это уже свершившийся факт. А вырастут ли реальные доходы россиян – это вопрос уже более отдаленный. Сегодня в студии с нами была Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан, и Эльмира Хасанова – представитель Башкирского регионального отделения «Опоры России». Большое спасибо. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова